Как она выглядит? Ты говорила сейчас, как её настроение, её тонкой копии? Ну, когда я позвала её, когда полетела за ней, она как будто бы напряжённая была, и целый день ходила, как будто бы оглядывалась, от чего-то вздрагивала. В этот момент она так как будто замерла, прислушиваясь к чему-то. Вот так как я её застала. Считаем, сколько у неё сейчас энергии? Один, два, три. Сколько у неё энергии? Ну, совсем мало. Даже не в тысячах, а в 380 Гц, и то так. Ага. А вибрации один, два, три? 800 с чем-то. Ну, она вибрирует, да, но вибрация не сильная такая, не плотная, просто учащённая. Хорошо, благодарим. Посмотри, пожалуйста, я тебе включаю вокруг неё яркий белый прожектор. Один, два, три. У неё был основной такой вопрос, что почему-то у них неудачно складываются отношения с мамой. И вообще такое ощущение, что по женской линии, в семейных отношениях, да, несчастные как-то отношения между, в семье, скажем, с мужской половиной. Что это происходит? Откуда это идёт? Как сейчас, что ты видишь вокруг неё? Я вижу несколько, много женщин, и вот как будто бы одна пуповина, вот пуповина, и вот она связана с другими женщинами, этой пуповиной, пуповиной до седьмого колена они идут. Где-то... Её мама? Ага. Да, это вот бабушки, прабабушки, прабабушки, весь её род, вот этот вот, который близкий. Мама, 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 мама. Вот они как одной пуповиной где-то. Какие проблемы там по роду? По роду они где-то захватили негатив ещё с седьмого колена. Кто-то... Давай попросим, давай попросим, пусть раскроется пространство с самого начала, изначально, в чём там была ситуация, почему на весь род проявилась эта несчастье. Какая-то, конечно, я вижу, старинная, старая... Как такое, старая бряция, старая вера, и она сидит и как будто бы катает яйцо. Как будто бы катает яйцо, делая какой-то как небольшой обряд. Я вижу иголку. Вот. Это вот... Она сама это делает? Она сама делает это? Или она у кого-то попросила? Нет, это женщина сама, дабы помочь другим женщинам. Какие-то травки какие-то лежат, яйцо выкатывает, иголку туда делает. Причём она делает это на привороты, вот, на помощь, на женскую помощь женщинам, чтобы на привороты мужчинам. Сама, причём, она одинокая. У неё ни детей, ни мужей, никого нет. Вот. То есть она здесь как маг вообще-то идёт? Да. Это, возможно, какая-то из родственниц близких по женскому роду. Вот. И, видать, она делала своей сестре, сестре по роду, то есть её. Она делала её сестре какой-то приворот, и нельзя было этого делать. Давай посмотрим, за этой женщиной стоит кто-то ещё более сильный, магический. Есть маг? Один, два, три. Нет, колдунов нету, магов нету. То есть это она? Она сама не понимала? Эта женщина просто испортила энергетику. Они сделали одного из человека, человека-мужчину. Они его энергетическую, его энергию, они влились в его энергию и испортили её. Вот. Как код его энергетический. Они повлияли на его судьбу, и что-то был плохой исход. И оно вот этим вот негативом, бумерангом вернулось. И вот этим, то, что испытывал этот мужчина, непонимание, страх и сама женщина, которая его любила и привораживала через вот эту родственницу, женщину, пошло как бы как обратно. Вот. Как обратно пошло. И вот к каждому женскому роду это добавляется. Это как, так сказать, это не месть, но это энергия обратная, как обратка, как бумеранг, чтобы... Давай, знаешь, что посмотрим? Вот скажем, это что был приворот? Мужчина был женат? Нет, нет. Нет, мужчина не был женат. Он просто был... Они были женаты, но он не любил эту женщину так сильно, как ей хотелось. И всегда она подозревала, почему он её не любит, почему... Ну, он где-то постоянно ходил с друзьями, засиживался долго, дома его не было. У неё были всегда страхи, она хотела его, чтобы он был дома чаще, с ней, чтобы он никуда не ушёл, не заглядывался. И вот этот, как бы, её родственница, женщина, которая делала вот эти для женщин лёгкие, выкатывания с яйцами, заговоры небольшие, на травах что-то делала, вижу, варила что-то, зелья какие-то варила. Вот. Вроде бы оно безобидное было, но оно влияло на подсознание этого человека, мужчины. Оно изменило его путь, сделав его чуть-чуть как сумасшедшим. Сумасшедшим, и он стал агрессивным. И вот эта энергия, которая подселилась к нему, и вот она как повлияла на искажение рода... Женского. Да. Его рода. А вот всё-таки в чём такое сильное нарушение, что без разрешения человека, то есть они влезли как бы в его судьбу... Да, нарушать волю и его жизненный путь. Нельзя было нарушать. Потому что это наказали, да. С его стороны род наказал очень сильно. А вообще есть ли такое, скажем, ну вот это произошло между двух родов, и эти рода продолжают сейчас быть вместе и вот расплачиваться? Такое есть или нет? Там есть это тонко... Есть такая как бы остатки от этой энергии, которая ещё... Она была более сильнее в прошлых... В прошлых... В прошлых... В прошлых женщин. Вот. И она до сих пор просачивается. Просачивается через пуповину. Пуповину. И, возможно, когда женщина рожает, оно как выходит, что ли... Ну, то есть она передаётся следующей девочке? Да, она вот, знаешь, через пуповину женщинам передаётся. Вот начиная... Каждая женщина рожает женщину, и вот я вижу просто они как будто с плететой пуповиной, как будто бы, знаешь, через матку у них вот идёт, идёт вот это вот накопленное. И друг другу они передают, как информацию, как муравьи друг другу передают. И ей это тоже передалось. Передаётся. И это можно остановить. Да, это всё по женскому роду до сих пор передаётся. Это как код такой идёт, коды запрограммированные. Они как будто бы запрограммированные. И каждая, вольно-невольно, от этого страдает. И нужно прекратить как бы эту... Достаточно уже. То есть если бы, скажем, это мы... Если мы сейчас это не прекратим, то есть передастся её дочери, получается. Да, я не хотела просто вслух говорить. Нет, просто у неё даже эти вопросы были. Она хотела, как помочь дочери. Она спрашивала, чтобы было всё хорошо. То есть вот здесь, оказывается, у них по роду вот такое вот происходит. Она будет, пока ребёнок будет... Растёт вроде нормально, всё. Но как только женщина производит ребёнка на свет, она становится такая бессильная, и начинаются вот эти программы на неё складываются. А, то есть после того, как женщина рожает ребёнка? Да. Именно это проявляется. А почему... А, через пуповец. А почему вот там вот в этом первом нарушении тоже было что-то такое? Программа пошла, всё. Нет, вот та первая женщина, которая сделала вот это на мужчину, она тоже родила ребёнка, и после этого стала делать эти привороты для этого мужчины? Нет, я объяснила, что у них в роду была женщина, одинокая, пожилая уже, взрослая. Она была их родственница, кузина, сестра. сестра, сестра, ну, ей нельзя было это делать. Нет, это мы всё поняли. И она сделала за ворот одной из женщин на мужчину. Почему это передаётся после рождения ребёнка? Эта женщина сделала этот приворот, когда сама уже родила ребёнка? Почему это не передаётся молодой девушке в 18-20 лет? А ты сейчас сказала, как только после рождения ребёнка женщина становится... Потому что такая программа пошла от рода мужчины. Это не я, объясняю. Это род мужчины ну, как бы, наказал. Они выстроили именно так, да? Они выстроили такое наказание, да. Потому что он быстро ушёл, и они знали, что это было по чьей вине, и как, и чего. Он быстро ушёл молодым, и они очень были злыми. возможно, было какое-то как-то обвинение такое, вот, обвинение, обида, проклятие даже какое-то такое, ну, пожелание, скажем. Да. Что, почему в нашу семью перестали идти деньги, до этого жили в богатстве, а потом все начинания мужа не развивались, проваливались, бесконечные проблемы. это тоже всё здесь связано? Сейчас идёт подключка к её мужу, опять же, через неё, через неё вот это вот идёт подключение, и скачивается энергия денег, энергия счастья, скачивается и уходит в тот род, скажем так. они какую-то так вот выставили программу. Они, получается, как бы зацепились два рода вот там, и они продолжают идти рядом, вот, один выкачивает из сил другого. Они идут, не идут, просто это была выстроена так программа энергетическая, как проклятие, заклятие, и, возможно, невозможно, они как степень встречаются. этот род, он, того мужчины, он уже, ну, им идёт вот что-то так вот, идёт энергия, и сами люди об этом даже не знают, что он им идёт, идёт, откуда-то приходит, приходит. Этот тот род, он давно, давно, давно не, никак не... Не рядом с ними? Они не рядом, просто такой вот бумеранг создался, такой, знаешь, как круг, просто. Тот род, вот род того мужчины, да, который пострадал всем с поколения назад, те люди живут, и они даже нету никакой уже обиды. Просто одноразово выстроилось вот это вот проклятие в попыхах. Люди на самом деле были добрые, но сильная обида, злость и проклятие дала такой сильный толчок. тот род, они даже, они спокойны, ничего, не пересекаются, к ним просто неожиданно вот идет удача какая-то. Удача от, да, вот от этого рода. Они, они, нужна, как идет информация, нужно обрубить это. Тот род не пострадает абсолютно они никак. Они сильные, это тот род сильный того мужчины. И они даже сейчас энергетически только просто получают откуда-то сверху прибыль и все. То есть перекачка пошла туда. То есть энергия идет не сюда, вот она вышла замуж, скажем, да, не сюда, к ним, к семью, а через нее уходит туда. Это просто как расплата идет, и нужно, да, сделать очистку как обряд и просто закрыть как кран этот канал, вот, и очистить, сильно очистить рот весь, да, вот эти семь поколений. Семь поколений. А еще, раз уже здесь можно задать вопрос, для чего ей был послан судьбой именно ее муж? Они были раньше вместе, а не кармическая пара. Они уже третьего воплощения вместе. Угу. воплощения 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 воплощения